Продолжение следует... Уважаемые коллеги, обращаюсь к вам. Это очень важный вопрос. Потому что нельзя обсуждать права уполномоченного без обсуждения предметов его ведения – прав человека. Уполномоченных по правам человека выбирают органы государственной власти – государство. Но беда в том, что государство – главный нарушитель прав человека в России. И в истории, и, к сожалению, сегодня. Убежден, что тот же недавний пенсионный грабеж, названный реформой – это массовое нарушение прав человека нашим авторитарным государством. Московское дело. Дело ФБК Алексея Навального. Дело Сети. Ростовские мальчишки, о которых я много раз говорил с этой трибуны. Это лишь то, что на слуху. Это лишь вершина огромного айсберга преступлений. Авторитарного государства против... Максим Иванович, ну это же наша Родина, Отечество. Любимая. Россия наша. И вот сейчас посмотрят. Вот это же авторитет Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Я все понимаю. Я же понимаю, что ну зачем вот это то, что абсолютно не соответствует действительности. Уважаемый Вячеслав Серафимович, я уже говорил, не надо путать Отечество с начальством и с его превосходительством. Не надо отождествлять Родину и власть. Я считаю по-другому. Дайте мне возможность высказать в рамках трех минут... Так я вам даю, пожалуйста, пожалуйста. Вы меня прерываете постоянно. Я считаю, и очень, видимо, на этом месте правильно, что прервали, что от авторитаризма, коллеги, рукой подать до диктатуры. Слово диктатор появилось в Древнем Риме, такое понятие. И с тех пор человечество никак не может с ним расстаться. Человек, обладающий неограниченной властью и стоящий над законом. Великий Хан, Лорд Протектор, Император, Король Солнца, Дуччи, Фюрер, Каудилия, Генеральный Секретарь, Командант и Президент. Каких только красивых имен не придумали для себя диктаторы. Очень многие народы мира пострадали от диктатур. Но наша страна заплатила, наверное, самую высокую цену в истории человечества разным диктаторам и тиранам. Чужим, и что страшнее всего, своим. Наш российский народ, как никакой другой, достоин такой власти, которая ставит во главу угла права человека. А национальные идеи его, человека, права. Прежде всего, на жизнь и свободу. И что же мы видим? Прямо на наших глазах государство нарушает эти самые базовые права. Я считаю, и считаю своим долгом об этом говорить с трибуны, что массовое общероссийское мероприятие, так называемый мухлёж обнулил... Вот, коллеги, я ещё раз говорю, но мы же не на митинге. Ещё раз вам говорю, сейчас уже больше трёх минут, и я вам... да, пожалуйста, три минуты выступления, пожалуйста. Я считаю, что это преступление против права на здоровье и жизни российских граждан, потому что эпидемия коронавируса не закончена. Власть обманывает и сама не контролирует ситуацию. Я это так оцениваю, это моё право. Как хотите, так и считайте. И не можете стыкать мне рот по этому поводу. Кроме того, я считаю, что преступным путём осуществляется преступный же замысел. Я так считаю. Потому что я считаю обнуление сроков правящего 20 лет президента обнулением прав. Вот смотрите. Я считаю, обнуление сроков правящего 20 лет президента, это обнуление прав нашего многонационального народа на власть в собственной стране. Я в этом глубоко убеждён. И считаю это тоже тяжким преступлением против прав человека. Вновь нашему многосторональному народу навязывают диктатуру. И никакой уполномоченный тут не поможет. Я заканчиваю. Сегодня у всех нас, коллеги, есть шанс сделать уверенный шаг в сторону будущего, в котором государство служит человеку. А не перемалывает его права и его самого в пыль. Я верю в народ России. Он главный уполномоченный в защите собственных прав. Я верю, что он сможет сказать нет тем, кто поставил себя над законом, над страной, над правами человека. Сказать нет последнему, я так считаю, последнему диктатору России. Уже 350 депутатов. Присаживайтесь, пожалуйста. Максим Леонидович, я вас прошу, присаживайтесь, пожалуйста. Я вам даю 5 секунд. Заканчивайте. Я вынужден все время вам отвечать. Заводятся клопы, Вячеслав Серафимович. А я высказываю политическую позицию. Ради нее я отказался от должности главы комиссии по культуре. Мы все это проходили. И даже если вы считаете, что я ошибаюсь и сожалеете о моей позиции, это не повод прерывать меня. Я хочу сообщить, что 350 депутатов из 39 регионов России подписались под этой позицией. Я предлагаю всем объединять училие, чтобы Россия стала свободной от диктаторов страной, где главное права человека. Спасибо. Пожалуйста.